Теперь давайте решетку Z2 попробуем испортить. Сейчас я нарисую соответствующую картину точки решетки Z2. Я в таком крупном масштабе нарисую, чтобы было понятно, что значит, что я порчу. Чтобы вы это видите. Целочистенная решетка, да? Теперь я ее испорчу. Я к ней добавлю некий вектор, еще один. Что значит добавлю, сейчас поясню. Давайте пока рассмотрим пример. Вот этот вот некий добавляемый вектор А. Пусть это будет вектор с координатами 1, 2, 1, 2. Ну, я постарался так изобразить, чтобы было пахно. Действительно, это вектор с координатами 1, 2, 1, 2. Да? Смотрящий сначала координат. Что значит добавить его к решетке? Что значит добавить его к решетке? Это значит рассмотреть такое множество, назовем его лямбл с индексом А. Решетка, заиндексированная этим вектором. Это будет вот такая вот штука. Это множество всевозможных комбинаций А умножить на С плюс Б, где С это произвольное целое число, а Б это произвольный вектор исходной решетки за 2. Ну, я, наверное, очень формализованно это пишу. Ну, смысл очень простой. Мы взяли этот вектор, мы его можем умножать на любое целое число, как отрицательное, так и положительное. То есть вот так вот его раскидывать по всей плоскости в обе стороны. А дальше каждый из результатов вот этого раскидывания мы еще можем добавлять в любой целой точке на плоскости. Понятно? Здесь как-то некрасиво нарисовал. Давайте я вот это все понарисовываю сейчас сатун. Давайте, может быть, кто-нибудь поднимет руку и скажет, что у нас получится в результате вот этого добавления. Ну, испортил это, значит, вот была одна решетка, осталось что-то другое, какой-то новый объект. Вообще вот этот новый объект будет решеткой или нет? Будет. Так. Будет, но... Поднимите руки. Кто считает, что это будет решетка? Вот я добавил такую точку, да? Еще вот такая добавится. Еще вот такая добавится. Ну, хорошо. А какие еще добавятся? Вот такая, например, добавится. Вот центр этого квадратика добавится или нет? Да. Вот это все понимают, что вот такой центр тоже добавится? Да. Как его получить? Но надо вот этой точке прибавить, вот эту, да? Этой к этому вверху прибавить вот эту. У нас получится вот это. Точно так же здесь центр появится. Здесь центр появится. Здесь. Здесь. А что-нибудь еще, кроме вот этих вот центров, которые я носовал в каждой из квадратов, что-нибудь еще новое образуется, какая-нибудь еще точка, может получиться, если мы на целое число умножаем вот этот вектор с координатами одна, вторая, одна, вторая и сдвигаем на произвольный целый вектор. Нет ведь? Нет. Не может больше ничего получиться. Поднимите руки, кто согласен искренне с тем, что ничего нового не получится, кроме тех точек, которые я нарисовал в центрах квадрата. То, что получилось, вроде бы очевидно является решеткой. Какой базис у этой решетки? Давайте кто-нибудь поднимет другую и скажет. Какой естественный базис можно мне взять? Ну, дайте. Одна, вторая, одна, вторая и одна, вторая минус. Одна, вторая, это вот такая штука, да? И одна, вторая минус одна, вторая, это вот такая штука, да? И одна, вторая минус одна, вторая. Ну, действительно, да, если взять в качестве элементов базиса вот эти вот два вектора, то понятно, что их сумма, сумма вот этих вот штук, это как раз вот такая точка, такой вектор. Ну и дальше мы получим все возможные точки нашей решетки и никаких лишних. Это вроде бы видно прямо сразу, да? Да. Так, чудесно. Чудесно, чудесно. Так. А вот еще базис. Давайте. Минусы. Одна вторая, одна вторая. Ну, это не очень интересно. Да, это конечно. Ну, я понимаю. Второе, мы еще один минус. Нет, вот мне знаете, что интересно? Мне интересно то, что в один из базисов этой решетки можно заведомо включить, например, вот такой вектор. Можно рассмотреть базис, который состоит из вектора Е1, вот этого, да? 1,0. И из вектора 1,2, 1,2. Это тоже будет базис в нашей решетке. Тоже будет базис. То есть, существует базис, существует базис вот этой вот решетки лямбда с индексом А, где А вот такое, внутрь которого входит один из выделенных векторов, один из вот таких вот супервекторов. Существует такой базис. А, ну, очевидно, что не существует базиса, в котором присутствовали бы оба, правда? Базис, конечно, состоит из двух векторов, и если они там присутствуют оба, то они никак не пройдут точку с координатами, например, 1,2, 1,2. То есть, включить оба выделенных вектора в базис вот этой решетки лямбда с индексом А, никак не удастся. А включить один из них вот получается. Да, можно вообще ни одного не включать, но при желании можно жизнь одному из выделенных векторов сохранить. Так, давайте рассмотрим другой пример, если по этому примеру больше вопросов нет. Другой пример. Как можно испортить решетку целых чисел. Давайте возьмем А с координатами 1,2, 1,3. Не 1,2, 1,2, как было в первом примере, а вот с такими разными координатами 1,2, 1,3. Видите, целых точек на плоскости. И вот к ней добавить вектор вот такой вот, да? Вот тут вот 1,3, а вот тут вот 1,2. Ну уж насколько удалось нарисовать, настолько и удалось. Такой вектор теперь добавим. Испортим нашу исходную решетку таким вектором. То есть получится лямбда с индексом А. Давайте попробуем понять, из каких точек состоит множество лямбда с индексом А. Но смотрите, как интересно. Вот можно, например, взять такую точку 2А. Так. И ее вычесть из... Сейчас, из... Какой точки? Не-не-не, мне не нравится. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. 2А. 2А это у нас будет 1,2. и 2,3. Так. О! Давайте теперь из этой точки 2А я вычту, то есть возьму с коэффициентом минус 1, вычту точку 1,0. Это у нас Е1. Один из выделенных векторов базиса решетки З2. Значит, что у меня получится? У меня получится вектор с координатами 0,2,3. То есть в качестве С1А. Итак, вот так я возьму. Вот так, чтобы было все формально. То есть я умножу на двойку и прибавлю целую точку с координатами минус 1,0. То есть минус Е1. Вот такую точку прибавлю, и у меня получится точка с координатами 0,2,3. То есть вот так, 0,2,3, да? Вот эта вот точка 0,2,3. Потрясающе. А можно сделать вот так. Можно взять и утроить этот вектор А. Тогда у меня получится 3 вторых и единица. После чего из этого, например, или к этому я прибавлю точку с координатами минус 1, минус 1. Имеем же право прибавлять в другую целую точку, правильно? Другой целой нет. Значит, у меня получится 1,2,0. Это вот такая точка. 1,2,0. Нет. 3 вторых минус 1, это 1,2. Я вроде старался. Я вроде старался. Значит, мы, смотрите, мы заехали вот сюда, и вот сюда. Какие еще точки тут могут появиться? Вот очень интересно, что то, что получится, тоже будет решеткой. Вот если бы мне кто предложил базис этой решетки, вот как было бы круто-то? 0,1,3 и 1,2,1,3. А, действительно, 0,1,3 есть такая точка у нашей решетки или нет? Есть. Есть. Ну, давайте скажем, как ее получить, 0,1,3. Вектор А плюс минус 1,0. Плюс как? Минус 1,0. Так это же будет минус 1,2. Вроде нехорошо. Вроде не получилось. 1,3 может быть получена или нет? Вот эта вот точка, может быть получена какая-нибудь комбинация или нет? Нет. Может, давайте мы... Мы уже получили точку с координатами 0,2,3. Получили, да, 0,2,3. Отлично, да. Можно вычесть из точки с координатами 0,1, точку с координатами 0,2,3. Так, берем точку с координатами 0,1 и вычитаем из нее точку с координатами 0,2,3. Гениально, да. У нас получится точка с координатами 0,1,3. Все согласны? Да. Понятно, что это можно было с самого начала, конечно, сделать, но вот действительно у нас появился вот такой вот вектор. Ну, и теперь, по-моему, понятно. Я думаю, что если вдруг кому непонятно, вы можете потыкаться с этими точками и увидеть это. Понятно, из чего состоит базис все-таки решетки лямблосомных сома. Просто вот из этого и вот этого векторов, правильно? Значит, типичный базис этой решетки, базис лямблосомных сома, который всю ее порождает, и ничего больше, кроме нее. Это базис, состоящий из вот этих самых векторов. 1, 2, 0 и 0, 1, 3. Вот этими двумя векторами порождается вся решетка лямблосомных сома. Скоро мы добавляем вместо вот такой вот вектор. Да, товарищи? Не попал? А теперь, помните наше замечание вот здесь? Существуют базисы, в которых присутствует выделенный вектор. А вот для этой испорченной решетки существуют ли базисы, содержащие выделенные векторы, хотя бы один? Кто за то, что существует? Нет, я не поднимаю руку. Кто за то, что существует? А кто против? Кто за то, что нет таких базисов, в которых присутствует хотя бы один из выделенных векторов? Вот здесь есть такой базис. При добавлении вектора 1, 2, 1, 2, есть базис, который содержит, например, вектор Е1. А можно взять вектор Е2 за основу и к нему тоже добавить. Вот такой это тоже будет базис. А здесь смотрите, какая история. Мы же получили на вещественном вот этом направлении, как она называется, ось абсцисс, да? На оси абсцисс получили точку с координатами 1, 2, 0. Но ведь она же не может быть получена из вектора Е1, вот этого у нас вектора Е1. Такая точка никак не может быть получена из вектора Е1 домножением на какой-либо целый коэффициент. И точно так же здесь, вот он, бывший вектор Е2, но мы на этом направлении получили целых две пакостных точки. То есть, если мы попытаемся взять в какой-нибудь базис вот этот вектор Е2, то, желая получить в углу из этих точек, мы вынуждены будем этот вектор Е2 делить на что-то, а вовсе не умножать на целое число. То есть утверждение такое, давайте я вот здесь напишу. В этой лямбре с индексом А нет ни одного базиса, ни одного базиса, содержащего хотя бы один вектор из Е-красивого, то есть либо Е1, либо Е2. Нет ни одного базиса. Если бы мы попробовали породить его какими-то векторами, то точно не такими, потому что ни эту точку, ни какую вот из этих двух выразить с помощью таких векторов никакой себе. Убедил? Точно? Есть два примера. В одном примере можно сохранить жизнь одному из векторов Е-красивого, а в другом примере оказывается, что ни одному жизнь сохранить нельзя. Какой бы базис много решетки мы не рассматривали, этот базис ни в коем случае не содержит элементов Е-красивого. То есть это как бы разные ситуации, согласитесь. Это просто принципиально разные ситуации. Вот смотрите, в этом случае мы дошли наконец до центрального понятия нашей лекции. В этом случае мы будем говорить, что дефект как раз то самое слово, которое было совершенно непонятно при объявлении лекции. Дефект, но вот этого выделенного множества Репьера, базиса Е-красивое, дефект множества Е-красивое относительно решетки лямбда А. Вот в этом случае мы будем говорить, что этот дефект равен единице. А вот в этом случае мы будем говорить, что тот же самый дефект, ну для новой решетки, относительно новой решетки лямбда А, с А равным 1 на 2, 1 на 3, вот этот дефект равен двойке. То есть здесь дефект один, потому что можно найти такой базис, который отличается от Е всего лишь на один, замененный, так сказать, элемент. А здесь нужно все заменить в Е, чтобы в итоге получился правильный базис. Вообще все. Надо из Е все выкинуть и чем-то новым заместить. Вот это называется дефект. Сколько надо векторов выбросить из исходного базиса, вот из этого, из Е красивого, чтобы в результате осталось множество, которое можно уже превратить в базис новой решетки. Вот здесь надо все выбросить и заново построить, как в известной песне поют, просто все разрушить и заново построить. А здесь можно одному сохранить жизнь и кокнуть только второго, как я вот сейчас пытаюсь. А, я не написал, чем равен естке-балке? Единице, конечно, да. Дефект множества Е относительно лямбда равен единице в этом случае, а здесь дефект равен двойке. Понятно определение дефекта? Дефекта тут недостача, нехватка того, что вот есть здесь. Здесь что-то было, так вот все надо покоцать. Поэтому дефект 2, а здесь что-то было, но все можно не коцать. Можно один оставить, но другой придется покоцать. Вот тогда дефект равен единице. Вопрос к аудитории. Поднимите руку. Тот, что может мне предложить вектор А, вектор А, такой, что вот эта решетка имеет дефект 0. 1,0. Вообще любой вектор с целыми координатами. Любой вектор с целыми координатами, если вы его добавляете в целочисленные решетки, то, естественно, вы можете сохранить просто все векторы исходного базиса, у вас по-прежнему получится вся целочисленная решетка. Правда? Это случай, когда дефект 0. Я надеюсь, все понимают, что дефект минус 1 не бывает. Дефект 3, конечно, тоже не бывает, потому что, ну как можно из множества мощности 2 удалить 3 элемента? То есть понятно, что на плоскости дефект в любом случае лежит в пределах от 0 до 2. 0 это тривиальный случай, когда мы добавляем просто вектор с целыми координатами. Единица вот пример, а двойка вот пример. То есть любой дефект на плоскости может быть. Вот что отвечает за величину дефекта? Это как раз очень интересно. Но для того, чтобы это осознать, нам точно надо наконец уйти с плоскости в какую-нибудь большую размерность. Я думаю, что для начала, чтобы опять же вас не грохнуть раньше времени, давайте перейдем в размерность 3. Размерность 3 это то последнее, так сказать, пристанище нашей души, в котором у нас есть интуиция. Размерность 4 это уже что-то такое, даже если вы знаете определение, это что-то интуитивно все равно непонятное. А размерность 3 это то, где еще можно как-то поработать. И вот мы сейчас попробуем поработать. Знаете, прежде я только скажу, вот этот вот объект, который мы с вами изучаем сейчас, называется центрировкой. Добавили центр в квадрате, поэтому это называется центрировкой. Такая вот надрешетка. Лямбда с индексом А называется красивым словом центрировка. И вот мы сейчас пытаемся разобраться, насколько базис вот в этой центрировке вынужденно отличается от базиса зафиксированного в Z2. Посмотрите. Это и есть дефект.